Какие сроки выполнения работ по договору, когда приступят к прокладке газопровода и с кем держать связь? Как правило, вопросы у жителей на встречах с представителями Мособолгаза в части реализации проекта «Социальная газификация» одни и те же. На каждый из них стараются дать ответ, найти решение проблемы. Очередная такая встреча состоялась в Правдинском. На ней также присутствовали сотрудники МКУ «Правдинский» и уполномоченной главы округа Нина Ушакова. Это продуктивно, это эффективно. Мы в рамках данных встреч решаем колоссальное количество вопросов. Бывают сложности ситуации, бывают разные. Где-то у нас кураторы не выходят на связь. Тут мы решаем все. Для меня это важно, чтобы почаще встречаться с жителями, все вопросы решать по факту быстро, качественно. И жители, я думаю, будут не против, потому что большое количество людей пришло на сегодняшний момент. На встречу пригласили жители поселка Правдинский. Большинство приехало из Братовщины. Самый распространенный вопрос – когда завершат все работы и когда в доме будет газ. На сегодняшний день в Правдинском заключили 53 договора в рамках социальной газификации. Исполнено полностью из них 23, а в Братовщине всего 56, а уже выполнено из них 26. Есть смежные организации, есть согласование, есть у нас электро, ну как бы свет, как говорится, вода. Нам мешает, грубо говоря, согласование. Быстрее это согласовать. Только в этом сложность. Согласовать быстро со смежными организациями мы не можем. Понимаете, это распределительный газопровод. Это сложный процесс. Вот быстро это не получается. Как вот и бывает, что выходим, если это водик, мы делаем буквально за 30 дней мы это все. Но распред, да, они тянутся. Да, бывает 2-3 месяца, 4 занимается согласование. Всего в округе Пушкинский заключили 1557 договоров. Желающих провести в свой дом голубое топливо по программе «Социальная газификация» достаточно много. Поэтому для удобства проводят такие встречи. А также в отдаленные населенные пункты приезжает мобильный офис. График его работы в ноябре вы видите на экране. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова